В продолжении предыдущего ролика о деградации нации я хотел бы развить эту тему и объясню сейчас, почему я считаю, что государство РФ деградирует неизбежно и в какой-то момент начнет отставать от всех остальных западных стран или стран развитой цивилизации, имеется в виду Япония, Австралия и всех остальных, кого мы под этим подразумеваем. Я приведу вам простые примеры. Знаете, что это такое? Эти три буквы обозначают D-технология, E-энтертеймент или развлечение и D-дизайн. Это американский частный некоммерческий фонд, известный прежде всего своими ежегодными конференциями. Проводятся они уже с 1984 года. Миссия конференции состоит в распространении уникальных идей. Другими словами, в области науки, искусства, дизайна, политики, психологии, культуры во всех остальных. Если вы еще не знали, я вам советую, посмотрите. На этом канале подписано больше 10 миллионов человек. Вот это первое, чем отличаются, допустим, та же США или англоговорящие страны от России. 10 миллионов человек аудитории интересуются не какой-то там косметикой, какой-нибудь ерундой, фильмами, а интересуются именно научными знаниями. В этом формате TED выступают люди, кто что-то добился в своей области, либо у них есть чем поделиться. Ну, например, вот этот человек, которого вы сейчас видите, рассказывает о развитии в области создания роботов и будущего киберчеловека, где органы наполовину будут заменены на механические. Но прежде всего вы видите, что он стоит в коротких штанах именно для того, чтобы показать, что сам он обладатель очень мощных протезов, практически не отличающихся от нормальных ног. Ну а дальше он рассказывает о том, что уже далеко не за горами, а он сам является разработчиком этих программ, очень многие части в теле человека будут заменены на механические. Не пугайтесь так сразу, человек так или иначе перейдет в такую форму существования, где большинство его органов будут не его собственными. Ну, об этом можно спорить, факт тот, что это одна из интереснейших лекций. Итак, к чему я это говорю? С России, может быть, это незаметно, потому что там взяли совсем другое направление. А отсюда я хочу вам сказать, что интерес к науке сейчас колоссальный. Самые большие залы собирают не какие-нибудь там певцы типа Стаса Михайлова, а ученые-физики, биохимики и биологи, которые рассказывают о новейших открытиях в своих областях. Совсем недавно по немецкому телевидению я смотрел великолепное шоу вот этого человека. Зовут его Экхард фон Хиршхаузен. Это доктор, врач, и он ведет такое шоу на телевидении, где рассказывает о человеческом теле в доступной и юмористической форме. Ну, представьте себе 3-4 часа выступления человека с профессорской степенью, и он рассказывает вам, почему вы думаете так, почему вы плохо спите, на что влияет алкоголь, почему у вас так работает кишечник и так далее. Он собирает огромные аудитории в несколько тысяч по всей стране. И это не один пример. Понимаете, когда в стране на самых центральных каналах телевидения стоят вот эти странные дядечки из-за дня в день, перетирают одни и те же темы. При этом темы-то у них очень узкие. Украина, США, ну, немножко Сирия, в основном Геевропа и прочее. Они не просто занимаются пустой болтологией. Они занимаются тем, что разжижают мозги населения. Люди привыкают к этому как к какому-то белому шуму. Это самое лучшее эфирное время тратится на эту бесполезную болтовню. Почему бы на этом вечере собрать не вот этих идиотов, повернутых на патриотизме, войнах и тому подобное, а группу ученых, которые бы начали рассказывать о своих открытиях, если они вообще остались в России, либо обсуждали какую-то одну проблему. Послушайте, насколько рассуждения ученых могут быть интересными. И знаете, я в последние пару лет работаю над идеями, неизвестными большинству. Другие вселенные, мультиверс... Большинство из нас воспитывалось с мыслью, что вселенная — это всё, откуда взяться другим вселенным. А у многих есть предубеждения. Мои дети постоянно слышат, как я об этом говорю с самого их детства. И вот Софии было года три. Я взял её на руки и сказал, «София, я люблю тебя больше всего во Вселенной». Она поворачивается ко мне и говорит, «Пап, Вселенная может быть и не одна». Вот с чего мы начинаем, так ведь? Открытый разум, старающийся осознать мир вокруг нас. Но когда мы взрослеем, то сталкиваемся с неопределённостью. Как говорил Фейнман, «Что делать с тем, что мы не понимаем? Что делать с новыми неясными идеями, если не знаешь, верны они или нет? Ведь они передовые. Мы не можем их проверить». Я проверил на себе, как люди поступают в таких ситуациях, когда написал «Элегантную вселенную». В 1999-м она вышла и попала на Амазон. А как вам известно, на Амазоне очень демократический подход. Любой может написать отзыв о том, что он прочитал или не прочитал. Так что через пару дней после появления книги кто-то дал ей пять звёзд. Я был счастлив. А потом я прочёл отзыв. Читатель написал как рад, что кто-то написал книгу о теории струн так, чтобы было доступно, потому что так трудно критиковать вещи, которые не понимаешь. Последние две минуты. У меня же ещё две минуты, правда? Итак, короткая история. Довольно личная. Но не настолько личная. История об открытии. Мы, учёные, живём ради редких моментов, когда, наконец, всё сходится. Тратишь время на расчёты, и вдруг всё получается. Мы думали, что при теории струн Вселенная может вести себя иначе, чем по теории относительности Эйнштейна. В теории относительности, как все знают, пространство может растягиваться, увеличиваться, сворачиваться, искривляться. Но одного при теории относительности быть с ним не может. Пространство нельзя разорвать. Нельзя разорвать и снова сшить. Такой разрыв, как физический феномен, был бы катастрофой. Расчёты говорили, что он невозможен, а мы думали, что в теории струн пространство может рваться. Мы разделили эту проблему на две части. Мы с Дэйвом Моррисоном пытались произвести математические расчёты, которые ответят, может или нет произойти разрыв. И вот мы приходим на другое утро. Загрузили наши формулы в компьютер, сгрузились у терминала, и Моррисон нажал Enter. И чего мы ждали? Чего мы с таким нетерпением высматривали? Выведется ли это, прозвучит как бред? Появится ли число 12? Правда. Ну что, хотелось бы послушать, что там дальше. Наверняка. Если я разжёг интерес к вам, и если вам захочется послушать одну из таких лекций, я буду считать, что правильно сделал, заговорив об этом. И, конечно, вас не удивит после, что сейчас один из самых популярных сериалов в Соединённых Штатах – это теория Большого Взрыва. А не какой-нибудь Саша влюбился в Таню, Таня влюблена в Серёжу. Вот то, что популярно в России. Уже сейчас можно сказать, что эта страна мозгами деградирует. И, видимо, это установка сверху. Либо кто-то непосредственно заинтересован в том, чтобы население России становилось тупее и тупее с каждым разом. Я уже не говорю об образовательной системе. Ваша образовательная система устарела. Абсолютно. Об этом я ещё буду говорить отдельно. Насколько ваши предметы уже сейчас очень сильно отличаются от предметов в той же самой средненемецкой или американской школе. А через какое-то время вы просто не сможете конкурировать с этими людьми будущего. Множество профессий отмирают уже сейчас. Европейцы хотят идти в ногу. Почему Германия выбрала правильное направление? Потому что она увеличила квоту тех же иностранных студентов от 70 тысяч до 250 тысяч в год. Это колоссальная цифра. Они выбирают лучших из лучших. Им всё равно, с какой страны приезжает человек. Китаец, бразилец, русский. Самое главное, у него есть мозги, есть желание работать на развитие технического прогресса. И Германия готова предоставить им лаборатории исследования, хорошие условия жизни, высокую зарплату. Немцы поняли, что в будущем для того, чтобы конкурировать или быть одними из лучших, недостаточно иметь какие-то ресурсы или деньги. Самый большой ресурс, которым вы можете обладать, это мозги. Ближайшее будущее – это взлёт во всех областях. В том числе и альтернативная энергия, и новое автомобилестроение, создание новых полимерных материалов. Способна ли Россия конкурировать с теми планами, которые имеются в Европе, США или Японии? Нет. А через 20-30 лет они отстанут настолько, что полностью, не только по уровню жизни, но и по образованию, приравняются к странам третьего мира. Вот что ждёт Россию. Если в вашей стране сейчас до сих пор самые большие залы собирают вот эти придурки, ни о чём не говорящие, а не учёные, то вы уже на этой стадии, увы, находитесь. В то же время западные страны – США, Европа – рвутся в сторону технического прогресса, обнаруживают необыкновенный интерес к популяризации науки. И самые топовые передачи сейчас США и Европе – это передачи, связанные с научными открытиями. Они будут диктовать условия жизни, они будут продавать или не продавать вам свои открытия, а вы будете пользоваться только тем, чем вам позволят пользоваться. И понимаете ли, в этом деле не бывает чудес. Если сейчас в России начинается разгул православного мракобесия, то очень быстро, буквально через 10-20 лет, вы увидите, что у вас нет ни учёных, ни специалистов. Итак, вывод мой такой. Россия неизбежно деградирует. Её телевизионные передачи, интересы людей уже сейчас говорят о том, что население, увы, отстаёт в развитии. А дальше это будет только заметнее и заметнее. В принципе, для обслуживания трубы и для какого-то сервиса внутри страны, наверное, слишком много мозгов не нужно. Но имейте в виду, чем дальше будет отдаляться мир в сторону развития науки, в сторону от религиозных предрассудков, тем труднее и труднее вам будет их догонять.